Одна из составляющих демографической политики государства — различные виды поддержки семей с детьми. Для компенсации расходов при подготовке к появлению ребенка в 2022 году предусмотрена выплата единовременного пособия при рождении. В дальнейшем родители могут рассчитывать на другие выплаты — президентский, путинский и материнский капитал, различные виды пособий по уходу, льготы одиноким матерям, многодетным и молодым семьям. С 0,01.2022 года размер соцепособий увеличится, будут применяться новые правила расчета. Выплаты на детей в 2022 году, изменения в общероссийском регламенте назначения детских соц.выплат и пособий произошли изменения, которые отражены в новой редакции закона номер 255 ФЗ. Регламентированы нововведения законом номер 126 ФЗ от 30 апреля 2021 года. Новый порядок и сроки выплат ранее для получения выплат, пособий нужно было писать заявление. С 2022 года оформление больничного, пособия по БИЭР, рождению ребенка будет проходить в беззаявительном порядке, то есть, без предоставления заявления ФСС, Фонд социального страхования. Передача необходимых данных, Иннс-Нилс, номер расчетного счета, дополнительная информация, которую потребует, ФСС является обязанностью работодателя. На подачу сведений отводится три рабочих дня. День получения листка, других документов, работодателям отработника не учитывается. В обязанности сотрудников ФСС входит обработка данных не позднее 10 суток с даты подачи сведений работодателям. Электронный лист нетрудоспособности больничной в бумажном варианте отменяются, формировать их с 1 января 2022 года будут только в электронном варианте. На руки больной получит номер она. В некоторых случаях возможна выдача бумажного листа, но пока список этих случаев не разработан. Детские пособия увеличатся, поскольку сумма минимального размера детского пособия зависит от мрот, то в 2022 году она станет больше за счет увеличения мрот с 12 792 рублей до 13 890 рублей. Соответственно изменится и минимум дневного пособия, 456 рублей 66 копеек при расчете максимума дневной детской выплаты учитывают лимиты за два предыдущих года, то есть за 2020 и 2021, поэтому она составляет 2572 рубля 60 копеек. Узнать о нововведениях в выплатах на детей можно госуслугах, в местных органах социальной защиты. Единоразовая выплата при рождении ребенка перечислены и выше изменения коснутся и пособия, которые семья получает после рождения ребенка. Предоставлять информацию в ФСС родителям не нужно, она автоматически поступает из ЗАГСа. Как и при других видах выплат на детей, сведения должны быть обработаны за 10 дней с даты их поступления. Запланированная индексация детских пособий пройдет 0,1,02. 2022 года, коэффициент индексации составит 4,3%. Такой процент указан в прогнозах ФСС, но этот показатель предварительный. Если он будет утвержден, то пособие при рождении составит 19 698 рублей 43 копейки. Материнский капитал запланирован повышением от капитала до 655 тысяч рублей, и это изменение предусмотрено в проекте бюджета ПФ на период 2021-2023 год. Если родился, усыновлен, первый ребенок, то в 2022 году он составит 503 тысячи 237 рублей в 2024, по этим же прогнозам, 544 тысячи 301 рубль. Если родился второй, последующий, ребенок, то его размер в 2021 году составит 665 тысяч 9 рублей в 2024-719 тысячи в 274 рублях. О президентских, путинских детских выплатах в 2018 году с 1 января начал действовать закон, на основании которого семьям с детьми каждый месяц выплачивают пособия при рождении первого или второго ребенка. Они не относятся к декретным, выплатам по уходу, это дополнительная государственная поддержка, которую в народе называют путинской. Она никак не влияет на другие виды поддержки, не заменяет их, платит ее ежемесячно, поступает на карту одного из родителей, налогом не облагается. Кому полагается, родителям, если первый или второй ребенок рожден, усыновлен, не ранее 0,01. 2018 года, опекуну, родители или усыновители умерли, лишены родительских прав, гражданину России, постоянно проживающему на территории РФ, семье. Где величина среднего дохода на каждого члена не превышает двух прожиточных минимумов, федеральный ПМ в 2022 году составляет 12654 рубля, действующих в текущем году. Еще одно необходимое условие для получения путинской выплаты, российское гражданство ребенка. Если родители не являются гражданами России, а малыш рожден в РФ, то гражданство ему не предоставляют. Величина материальной поддержки одинакова на первого и второго ребенка и с 0,01. 0,01.2022 года должна быть равной детскому прожиточному минимуму текущего года, действующего в регионе проживания. Размер ПМ в регионах разница, поэтому и выплаты тоже будут отличаться. Первоначально пособие назначают до исполнения ребенку одного года, далее при соблюдении условий его можно продлить.